Норма трудового кодекса нового, подразумевающая меньшую оплату за сверхурочную работу, вскоре будет пересмотрена. Сегодня в центральном аппарате партии НУРОТАН критику в адрес нового законопроекта высказали депутаты мажелиса парламента. Причем пожелание выслушала сама министр здравоохранения и социального развития Тамара Дюсенова. Каким образом глава профильного ведомства защищала документы, к чему все-таки пришли участники круглого стола, расскажет Марат Токулин. Сегодня в центральном офисе партии НУРОТАН развернулась настоящая дискуссия между министром здравоохранения и социального развития Тамарой Дюсеновой и депутатами парламента. Народных избранников смутила норма в новом проекте трудового кодекса, согласно которой предлагается платить за сверхурочные не в двойном и полуторакратном размере, а по ставке равной 1,25. Со слов представителей аппарата, к ним которую неделю поступают обращения обеспокоенных граждан и трудовых коллективов. В частности, когда мы были в Жамбульской области, посещали завод Новожамбульский фосфорный завод, в Матраусской области посещали нефтеперерабатывающий завод. Коллективы этих заводов говорили прежде всего о необходимости пересмотра и предлагаемой нормы по оплате труда в ночное сверхурочное время. Участники круглого стола сошлись во мнении, данная норма отнюдь не актуальна в кризисные времена, если даже учитывать многолетний опыт европейских стран. В свою очередь, глава профильного ведомства, выступая в защиту законопроекта, отметила, что поощрение сверхурочной работы может в первую очередь сказаться на здоровье работников. Если мы будем поощрять сверхурочную работу, то тогда ни один работодатель не будет, наверное, заинтересован в том, чтобы повысить качество своих работников, чтобы у них выросла производительность труда и чтобы эти работники были более квалифицированными. В целом, Тамара Дюйсенова согласилась с критикой, которая была озвучена на встрече с народными избранниками. И, скорее всего, коэффициенты за сверхурочную работу будут в ближайшее время пересмотрены. Другими словами, ставка за труд в выходные, праздничные дни и ночное время не опустятся ниже полуторного размера. Однако при поддержке профсоюзов и согласии работодателей эта цифра может быть и выше. Марат Токулин, Нуркен Токмурзин, Куаны Шумаров, Информбюро, Астана.